знаете есть такой вопрос на который мы не ответили от владислава из каменска как различить мечту бога от мечты человека может ли мечта человеческая послужить для мечты божьей спасибо я вообще хотел рисовать этот вопрос вам виктория перед этим я бы сказал я бы сказал такие слова вы знаете если говорить о мечте человека мечте божьей иногда человеку очень сложно очень сложно различить мечту от бога от мечты человеческой дело в том что мечта от бога очень часто выглядит как мечта человеческая она зарождается внутри сердца потому что написано бог дает желание и и и действия да по своему благоволению он поселяет внутри нас желание исполнить его мечту он просто сеет на семя которая рождается которая возрастает внутри нашего сердца и в какой-то момент мы начинаем его осуществлять я вспоминаю тот эпизод в библии где давид царство уже какое-то время и он захватил иерусалим и построил себе дом помните да и посмотрев на этот дом он пошел и помолился богу и сказал господи я теперь чувствую себя полноценным царем спасибо тебе что я у меня было трудное время ты поддерживал меня и сейчас все у меня прекрасно все хорошо как многие бы поблагодарили бога сказали ну спасибо тебе господи за то что ты дал мне дом царство и исполнил все свои обетования но давид подумал я живу в доме а ты живешь просто в палатке и у него зародилась мысль о том чтобы построить богу богу дом да и это была мечта вроде бы человеческая то есть я имею ввиду что это это зародилось внутри него во время молитвы он рассуждал над этим но а бог сказал он принял принял это он сказал что мне не нужен вообще дом где жить но то что ты имеешь такое отношение ко мне то что ты не просто довольствуешься своим царством а то что ты хочешь мне построить дом и вот это зарождение внутри сердца давида желание построить храм построить который построил соломон давид даже не бог не дал давиду построить этот дом да потому что у него были руки в крови и он сказал обетование про сына его и так далее и тому подобное то есть это явный да явное проявление того как как желание или мечта больше зарождается внутри человека она выглядит вроде как человеческая но это божья мечта поэтому вот о чем я хотел спросить вы человек целеустремленный и умеющий достигать до мечты которую которую бог показывает вам какие рекомендации вы дадите этому человеку владиславу как различить мечту бога и мечту человека и если есть мечта от бога вот у человека каким образом он может себя подготовить тому чтобы дойти до этой мечты вопрос потрясающе интересный и я очень признательна евгению за то что он как раз уже осветил и ответил на очень важную часть действительно очень часто люди которые имеют желание мечту они его осуществляют и в процессе и я бы даже сказала что для того чтобы попытаться понять что что от бога что не от бога вообще-то здорово мечтать и стремиться большему как правило просто мечта божья вот самые общие признаки она больше чем может человек осуществить сам чем он может сделать как бы сам для себя там или для чего-то еще мечта который от бога она нас настолько очень часто бывает большая или но действительно недостижимая обычным человеческим разумом талантом просто силами одного человека что эти сомнения до что могут быть да и сомнения и понимание но полной невозможности и поэтому бог совершает что-то постепенно шаг за шагом и в осуществлении большой мечты происходит реализация каких-то вот предварительных маленьких может быть мечтаний или маленьких сюжетов происходит развитие но самое главное это то чтобы человек стремился к богу стремился к большему потому что это как раз будет проверять мечтаешь ли ты о бизнесе например думаешь если мне будут миллионы я буду распоряжаться ими уже отдаляя как бы богу его 10 но сейчас у меня там ну допустим всего там мне бы тысячу долларов заработать может быть две или три и мне еле-еле хватает и вот тут не хватает и там не хватает я десятину и пожертвования буду потом богу давать когда у меня будет миллион но слово божье говорит уже сейчас если мы живем доверяясь ему мы узнаем его шаг за шагом и наша мечта когда-то давать большие деньги она начинается с того что мы уже сейчас умеем распоряжаться тем что есть меня в свое время как бы захватила история это вот часть как бы нашего естественного роста хождение с богом есть еще на самом деле часть тоже можно сказать сверхъестественная хотя она все равно не совершается сразу в момент когда я будучи студентка искала слова божьего тоже как бог работает сверхъестественно меня очень захватила история человека который основал миссию для молодежи вы наверное знаете хорошо молодежь с миссией он был из семьи чьи родственники приглашали его войти в большой бизнес встать наследниковым их многомиллионного состояния но бог уже давал ему в сердце мечту он просто видел сны молодежи как волны которые омывают континенты просто вот волны молодежи приходят и накатывается и следующее и его преследовала эта мечта и он не знал как как и что делать и когда приходила к нему эта мечта тогда же пришло искушение такое испытание стать просто благополучным человеком заниматься бизнесом не жить грешной жизнью но отказаться от части мечты которые он не мог выполнить сам и он принял решение все-таки отказаться и сейчас это служение благословляет тысячи и тысячи молодых людей посылая их по всему миру на самом деле она потрясающе именно тем что он описывает именно как это очень любопытно потому что тогда же мы тоже переживали это и я говорил о том что очень хорошо когда высвобождаются дары служение в теле христовом потому что он говорил о том что они стали испытывать как действительно понять что говорит бог а не стали молиться вместе и стали спрашивать ты слышишь по этому поводу что ты слышишь что тебе бог говорит что тебе и вот говорил например я чувствую мир мир сейчас что мы в правильном месте кто-то говорил я чувствую что нам нужно там помолиться вот за этого нашего друга у него есть направление. Друг говорит, да, я чувствую, что нам нужно пойти и помочь бабуле или каким-то там людям и так далее, и так далее. И они начинали получать такое общее направление от Бога. И Бог подтверждал каждому из них миром и словом, что они говорят. Я это привожу как пример к тому, что обязательно ваша мечта должна включать в свой круг других людей. Людей, которые слышат Бога тоже, любят Бога, которые стремятся к Нему. И в общении с ними Бог будет выкристаллизовывать вашу мечту, Бог будет проверять. И поэтому стремитесь к Богу, ищите Божьего, потому что потрясающе то, что сделал Давид. Давид, мне кажется, он просто в несколько раз выполнил все мечты, которые были у него. И более того, он заложил еще основания для мечтаний следующих поколений. Потому что даже хотя Господь не позволил его имя как бы подписать подземным своим домом, но Давид создал престол, престол поклонения Богу. И это потрясающе, потому что тот принцип поклонения 24 часа, то служение, которое также возглавляет Евгений, служение Скинии Давидова, это служение поклонения Богу. И это основа всякой мечты ее исполнения. Аминь. Я бы хотел бы добавить еще одну вещь, что, вы знаете, сегодняшнее течение, которое называется New Age, мы очень много в церкви боимся говорить на эту тему, боимся говорить о прошениях, как говорят там, обратитесь к Вселенной, Вселенная вам даст, кто такая Вселенная, если не Бог, да, с одной стороны. С другой стороны говорят, мечтайте, потому что мечта это ваша молитва, это ваше обращение во Вселенную, и ваши мечты будут услышаны и так далее. Вы знаете, на самом деле, это не мы пытаемся что-то взять у представителей New Age, это New Age в свое время просто перекопировали у нас. То есть они взяли Слово Божье, адаптировали, адаптированные здания под мир, и сделали свои собственные какие-то изыскания. На самом деле, все это основа лежат здесь, корни растут отсюда. И второе постановление Тимофея, то, с чего мы начали сегодняшний наш вечер, еще до эфира с Евгением, вернее, первое постановление Тимофея, когда я спросил, как дела, и знаете, некоторые говорят, слава Богу, да, кому слава, мы и так знаем, да, хотелось бы узнать, как дела. И Евгений говорит нашими молитвами, и на самом деле, ответ на это очень простой. Первое постановление Тимофея, вторая глава. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю Богу нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть, если мы хотим достичь действительно спокойствия и жить безмятежной жизнью, чтобы нам было хорошо, нам нельзя ничего мечтать, чтобы это было против кого-то. Нам нужно всегда мечтать, вот написано, за всех, за всех людей, за всех царей, начальников и так далее. Потому что, если наша мечта пересекается с интересами кого-то другого, если она кому-то препятствует, кому-то делает плохо, то будьте уверены, что это как раз мечта точно не от Бога. Потому что Бог знает намерение только во благо, а не во зло. И поэтому у вас может быть таким вот индикатором того, насколько ваша мечта совпадает с Божьей. Это является ли ваша мечта для, но во благо чего-то, или она является у вас вопреки чему-то, или против кого-то и так далее. То есть, вот этот стих, может быть, вам поможет быть таким, ну, пользоваться как индикатором. Еще одна мысль, которую я хотел, скажем, выделить, она прозвучала. То, что Давид предугадывал волю Божью. Дело в том, что нигде не было написано, что Бог просил его построить себе храм. Понимаете, иногда люди думают и сидят и ждут, чтобы Бог повелел им что-то сделать, и они начали что-то делать. А вы посмотрите, от избытка любви Давида по этой причине, да, Бог сказал, он по сердцу моему, потому что он чувствует, он знает, он предугадывает, и он говорит, ты дал мне дом, я хочу построить тебе дом. И Бог так был впечатлен этим, он говорит, он там целая проповедь была, начиная с того, как Бог вывел из Египта евреев, как они не слушались. То есть Бог открылся Давиду и говорит, никто вообще никогда не думал обо мне, как ты обо мне думаешь. Это удивительно, это было в точку, это было, знаете, это просто, человек получит благословение, если он начнет думать не только о себе, а начнет думать, что Богу угодно и что Богу нужно. слава да будет Господу. Пусть Бог вас благословит, и на самом деле мечтайте, достигайте, и думайте не только о том, что сегодня там есть пить, есть что есть, а думайте о том, о чем Бог думает. По крайней мере старайтесь, молитесь, и Бог всегда позаботится о ваших нуждах и благословит вас. Бог хочет, чтобы мы были благочестивыми и довольными. Потому что я просто была свидетелем, например, как одна замечательная семья служителей, хотели взять, сделать доброе дело, и они взяли ребенка из детдома, девочка оказалась очень сложной, и это испытание оказалось для их семьи, у них было двое своих детей, итогом стало то, что они вернули этого ребенка в детдом, в семье развод, и это не говорит о том, что усыновление детей, удочерение детей, это плохо, что это не было с желанием от Бога, но у нас есть зрелость, которая действительно дает нам быть укорененными в Божьей любви, в Божьем слове, в Божьей силе, посвящении дисциплине, и это является основой для того, чтобы мы мечтали, достигали, становились победителями на Божьем слове, испытывая свое сердце, стремясь к большему и к почести высшего славы. Да, и написано, что надо еще посчитать, сколько тебе это будет стоить. Аллилуйя! Аллилуйя! Но с Богом все возможно, поэтому будем мечтать, будем стремиться, мы слышим ваши молитвы сейчас, во время этого сюжета, мы будем молиться также вместе с вами и за вас, поэтому обращайтесь к нам сюда, мы здесь для того, чтобы послужить вам, и Господь прикасается к детям своим.